Приветствую вас, друзья, на канале Академии Счастья. Меня зовут Шевченко Александр. И сегодня очередное видео по улучшению качества жизни. Поговорим о том, как справиться с неврозом. На самом деле это состояние возникает так или иначе у каждого человека. Потому что мы воздействуем с другими людьми. И у нас включается что-то свое, какие-то страхи, навязчивые стремления. И вдруг мы чувствуем непреодолимое какое-то желание что-то делать или не делать. И вот это вот нервное напряжение, которое увеличивается у человека, ему сложности им совладать. И люди поэтому и бывают употребляют алкоголь, либо какие-то лекарства, либо еще как-то пытаются с этим справиться. То есть они чувствуют это внутреннее напряжение и хотят что-то сделать по этому поводу, как-то это урегулировать. Но зачастую они не знают способа, то есть правильного, корректного способа, как с этим справиться. И идут во все тяжкие, то есть появляются, я же говорю, алкоголь, лекарства, наркотики, какие-то азартные игры, сексуальная навязчивость и многое другое. То есть шапогабизм. И люди, получается, как они хотят справиться с этим, но вот методика, да, то есть многие уже познали медитацию, например, да, и они знают, что погрузившись в это состояние, у человека пропадает эта нервозность, пропадает состояние навязчиво что-то делать или страхи уходят. Почему? Потому что человек погружается вот в это состояние, то есть он, по сути, присутствуя здесь и сейчас, наблюдает за этим. И даже если к нему приходит, например, какое-то навязчивое стремление или страх, или какое-то болезненное ощущение, то человек не отстраняется от этого, не убегает куда-то, а просто наблюдает за этим. То есть у него включается вот эта функция наблюдателя, осознанности, как мы говорим. И чем выше вот эта функция осознанности, тем проще человеку справляться с различными страхами, невротическими состояниями, с тем, что мешает его полноценной жизни. Поэтому выход в том, чтобы наблюдать. То есть если к вам приходит вот это состояние какой-то дисгармонии, страха, погрузитесь в медитацию, понаблюдайте за этим. И если вы будете наблюдать за этим, и более того, посмотрите, откуда это состояние приходит, да, то есть кто его вызывает, кто его направляет на вас, или какой случай, например, включился, связанный с этим, то вы сможете туда пойти и уладить это. Это уже такой более продвинутый уровень медитации, да, то есть когда вы не просто наблюдаете, а когда вы смотрите и делаете улаживание, то есть справляетесь с этим. Как раз этим я и занимаюсь. В процессинге я помогаю человеку посмотреть глубже в то, что происходит с ним, и справиться с этим. Мы можем сделать небольшую практику прямо сейчас. Давайте сейчас закройте глаза и погрузитесь в состояние медитации. То есть это не нужно никуда улетать, просто почувствуйте пространство, которое есть вокруг вас, создайте его таким, каким вы его хотите чувствовать, то есть наполните его так, тем, что вы хотите в нем видеть, чувствовать. Ощутите себя в этом пространстве, себя как осознание, почувствуйте, где находится ваше тело в этом пространстве. И посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то состояния, которые мешают вам, которые оказывают на вас негативное влияние. Это могут быть навязчивые истребления, какие-то страхи, болезненные эмоции, все что угодно. И вот когда вы обнаружили это, опять же, не отстраняясь от этого, просто посмотрите на это и почувствуйте это, какое оно, какой оно формы, какой оно энергетики, как оно проявляется. Почувствуйте и соединитесь вот с этим, то есть не отстраняясь, как обычно вы делаете, просто почувствуйте и соединитесь. Ощутите, что это, каково оно. И когда почувствовали, вы максимально соединились с этим, сделайте такой глубокий вдох и выдох, и можете про себя или вслух, как вам удобно произнести фразу. То есть, несмотря на то, что я чувствую, и далее вот это вот проявление, которое вы почувствовали, там, например, боль в голове или ощущение страха от того, что я умру, или там навязчивое стремление идти и, не знаю, играть в автоматы. Или все, что вы почувствовали, скажите. Да, то есть, несмотря на то, что я чувствую непреодолимый страх от того, что меня могут убить, я принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность. И этот страх, который приходит ко мне. И вот почувствуйте это принятие. Когда вы почувствовали его, то вы, у вас наступает такая, как бы, соединенность. То есть, вот это состояние разделенности, характерное для, вот таких, дисгармоничных психических состояний, оно уходит. И наступает больше принятия. Дальше вы можете еще раз почувствовать это состояние и посмотреть, что еще придет к вам. То есть, какое еще состояние появится в вашем пространстве. И точно так же сделать с ним эту формулу принятия. Вот самое главное, чтобы вы максимально соединялись с тем, что вы почувствовали. И когда вы говорите, вот это, я принимаю и люблю себя, максимально чувствовали принятие. И таким образом будет происходить исцеление. Вот исцеление за счет чего? За счет того, что вы соединяетесь и принимаете. Вот. И когда вы сделаете так какое-то количество раз, и почувствуете облегчение, состояние облегчения, что вам стало лучше, вы заканчиваете эту практику и благодарите за исцеление. И говорите, я вам благодарю Вселенную и Создателя за исцеление. И наполняете ваше пространство светом энергии безусловной любви. Вот. Это такая короткая практика, которую можно делать в любое время, когда у вас возникает негативное состояние. Вот. И если, допустим, есть какое-то более такое сильное, тяжелое состояние, которое не можете самостоятельно вы с ним справиться, то вы можете написать мне личные сообщения. И мы сделаем консультацию, где я услышу вас, выслушаю, вы расскажете о своем состоянии, я подскажу, возможно, как можно с ним более эффективнее справиться. Вот. И потом мы можем сделать сессию процессинга, где действительно урегулируем и справимся с этим состоянием. Поэтому вы смело пишите мне. Я открыт к общению. Все мои контакты указаны под этим видео. Также там вы увидите тоже много всего интересного. Там мои книги, которые можно тоже прочитать. И есть реквизиты, если вы захотите помочь развитию канала. Так что, друзья, я буду рад, если вы поставите отметку «Нравится этому видео», подпишитесь на мой канал, если вы, конечно, еще не подписчик. И, конечно же, добавляйтесь в друзья в соцсетях, делитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, что это будет полезно и интересно, как для вас, так и для ваших друзей. И, конечно же, применяйте практику принятия, практику процессинга в своей жизни, потому что это даст возможность увеличить вашу осознанность и быть в состоянии гармонии, радости и счастья. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю осознанности. Пока смотрите те видео, которые появились на вашем экране. Там еще больше о процессинге, об осознанности, о том, как справляться с различными состояниями. А мы увидимся с вами в следующем видео. Оно выйдет завтра. Поэтому всего вам доброго и до скорой встречи. Продолжение следует...